Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Ну и поскольку сегодня последний день уходящего года, а мы тем не менее работаем, за что нам огромное спасибо, видимо. Ну ладно, сам себе спасибо говорить не буду, гостю своему я скажу спасибо, потому что он нашел время, приехал 31-го в студию, чтобы пообщаться со мной и с вами, уважаемые слушатели. Респект ему и уважу, как говорят в таких случаях. Так вот, несмотря на то, что сегодня 31-й, у нас в эфире Бизнес Класс и тема, тем не менее, наверное, новогодняя, мы будем сегодня говорить об ивент-бизнесе в России. Может быть, даже некий мастер-класс сегодня мой гость вам предложит, как создать праздник для других и при этом заработать самому. Заулыбался. Представляю. Итак, в студии Бизнес Класса Илья Новиков, совладелец ивент-агентства проекта «Вград». Илья, день добрый. Здравствуйте. Респект за респект вам. За респект, за респект. Хорошо. Ну что ж, можно сразу начать. Ивент-бизнес в России. Давай какие-то общие, может быть, вещи мы сейчас попытаемся нарисовать. Рынок, ивент-услуг, как правильно это? Рынок, ивент-услуг, да. Есть он в России? Есть он в России, несомненно. Хорошо, что мы так говорим. Рынок, ивент-услуг, а не рынок праздников. Как говорят многие обыватели, ты же занимаешься праздниками, мероприятий множество, да, и их можно подразделять там на совершенно разные. Не всегда праздничные, кстати, да? Не всегда праздничные, бывают очень даже деловые, бывают там командообразующие, бывают юбилейные, бывают... А кто же так называет рынок праздников тогда? Ну, обыватели, да, которые посещают эти праздники и эти мероприятия, да. Для них это все праздники. Понятно. Для нас это скорее мероприятия, да. Хорошо. Значит, теми мы говорим о ивент-бизнесе, да, о рынке ивент-услуг. Вот если можно, Илья, нарисовать картину маслом, что называется, как он, насколько он цивилизован в России, насколько он большой или маленький, сравнить его с зарубежными аналогами, как это выглядит? С зарубежными аналогами несложно сравнивать, хотя, в общем-то, мы проводили неоднократные мероприятия за рубежом. Мне кажется, у нас все одновременно и сложнее, и проще. Значит, рынку нашему, ну, на мой взгляд, вот так цивилизованно уже лет, наверное, 15. Я со своими партнерами по компании нашей проекта «Вград» на этом рынке порядка 10 лет. И рынок наш достаточно плотный и очень конкурентный. То есть, у нас есть сезонные колебания конкурентности. То есть, у нас, например, есть такая тенденция, как перед Новым годом, там, когда начинает готовиться компания к новогодним праздникам, появляется большое количество псевдо-эвент-компаний. Новых, новых, да? Новых ивент-компаний. Очень любят устраивать новогодние праздники студенты театральных училищ. Ну, много мастеров и специалистов в нашей области. Сразу же находятся. Сразу же, да. Потом тяжело ломать предубеждения у клиентов после работы таких компаний, когда приходит компания, которая имеет офис, имеет опыт, имеет бухгалтерию, имеет сотрудников. Странно клиенту, что ему надо заплатить там за многие какие-то позиции, которые в прошлом году делал один человек. Как делал? Ну, со временем они забыли уже. Ну, они помнят, в общем, что плохо. Не очень понравилось. Не очень, да. Все было хорошо, но как-то не очень понравилось, да. Но у вас вот дорого, дорого. Конечно. Дорого. То есть это определяющая позиция в этом случае, да? У вас дорого. Да. Ну, в общем, есть рынок. Еще раз скажу, очень конкурентный, при этом не очень еще цивилизованный. Что еще? Нет, вот отсутствие, много еще всего, видимо, нюансов много. А вот это отсутствие цивилизации, оно прежде всего во взаимоотношениях агентства с потребителем или во взаимоотношениях между агентствами? Тут на всех, наверное, этапах этой цепочки и во взаимоотношениях заказчика с ивент-агентством. Это раз, это главное. Потом во взаимоотношениях агентств с подрядчиками. Потому что что есть наша работа, да? Это координация всех действий по проекту, происходящих до, с момента начала подготовки проекта и, собственно, до окончания мероприятий, даже дольше, пока не сданы все там постматериалы. Это фотоотчеты, не смонтированы фильмы, там и прочее, прочее, прочее. Не профессионализм, но он на любой стадии проекта может проявляться, как со стороны заказчиков, так и со стороны агентств, подрядчиков агентств. То есть у нас, например, ну из чего состоит мероприятие? Есть креативная идея, потом есть некая презентация этой креативной идеи, потом приступаем к реализации. И вот тут, исходя из бюджетных возможностей данного заказчика, исходя из сметных стоимостей конкретной единицы продукции, ты иногда вынужден, ну либо ты в ущерб себе работаешь, либо ты берешь подрядчика, с которым ты раньше не работал, который берет тебя своей привлекательной ценой. И вот тут ты можешь столкнуться с полным непрофессионализмом, это бывают и технические подрядчики, это бывают и подрядчики, которые там должны, ну, условно работать руками-ногами на площадке, да? Но они соответствуют своей цене. Они соответствуют своей цене, но проблема в том, что ответственность перед заказчиком полностью несет агентство. То есть невозможно, да, оправдаться тем, что, ну, вы знаете, вот мы взяли подешевле там какого-то клоуна, да, а он, вон, смотрите, какого клоуна. Да, но мы с вами сейчас, там вот перед нами стоит вода, мы пьем воду, да, вот есть вода, условно говоря, бунаква, а есть вода витель, и то, и то вода. Заказчик заплатил за бунакву, но хочет витель. Пьет ее, и бедные давятся и говорят, ну что за качество такое отвратительное? Что же вы нам принесли это такое? Да, ну как вы, вы же профессионалы. Илья, извини, а смотри, вот эта цифра, да, то есть мы начали говорить о этапах строительства, да, мероприятия. Вот первый этап – это креативная идея. А цифра бюджета, она до идеи появляется или в процессе формирования идеи, или в какой момент мы о ней узнаем, чтобы потом, естественно, идею каким-то образом попытаться на эти деньги воплотить. Она, может, в принципе, не воплощается. По-разному, есть заказчики, которые уже там, ну, мы любим таких заказчиков, с ними легче работать, но, кстати, от них же чаще мы отказываемся от работы с ними, от проектов с ними, потому что они научились считать, считать достаточно грамотно. Они говорят, вот есть такой бюджет, и у нас есть вот такие, 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 такие пожелания, и это должно быть еще и красиво, и креативно, и так далее. Мы считаем и понимаем, там, предположим, есть два вида ситуации, что они оставили там какой-то там профит агентства. И мы говорим, прекрасно, мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше, и мы сделаем красиво, и вот как раз все, что вы хотите, и даже добавим к этому что-то. И вот когда мы придумываем, что мы добавляем, они хэппи. Есть заказчики, которые посчитали все, что им нужно, но забыли про агентство. Извини, пожалуйста, я уточню, а цифры эти всегда адекватные, потому что посчитать можно по-разному? Нет, конечно, нет, но бывает, что мы отказываемся сразу. Нам говорят, там, условно, у нас есть тысяча человек, они хотят, мы хотим устроить для них праздник, предположим, ну, сейчас у нас 31 декабря, мы обсуждаем прошедшие, в том числе, там, новогодние мероприятия, мы хотим устроить для них шикарную шоу-программу, хотим пригласить, там, звезд с проекта «Голос», хотим пригласить того, сего, ведущего такого-то. Вот зал должен быть очень красивый, банкет должен быть шикарный. Такой-то бюджет у нас. Ну, пять минут нам нужно буквально, чтобы... Да, это в Жулебино, зал в Жулебино. Вот, а есть заказчики, которые говорят, дайте нам предложение, дайте идею, дайте красивую, там, красивую идею, презентуйте ее, и мы либо изыщем бюджет, либо подкорректируем вашу идею, но так, чтобы дальше мы могли работать в рамках того, что будет для нас приемлемо. И тогда вот начинаются вот все эти тендеры. Тендеры в бизнесе, это вообще особенная, да, это особенная эпопия. Вот этот пример не очень вас устраивает, да? Ребята, ну-ка, дайте-ка нам, а мы, может быть, потом, и вот эта позиция сама какая-то. Тут тоже надо разделить на две части вот это, потому что, когда нас приглашают в тендеры еще 20 ивент-агентств, и говорят, ну-ка, дайте нам. Мы понимаем, что вероятность того, что мы сейчас сядем, креативный штурм проведем, напишем 2-3 хороших идеи, потратим энное количество дней на оформление этих идей, и хорошее, там, красочное, правильное оформление презентации, это тоже труд, это время, это деньги. Сами идеи, они тоже чего-то стоят. Потом мы все это кладем в тендерную документацию, там, весом 5 килограмм, отвозим на этот тендер, и, ну, там, пускай даже не 20 агентств, пускай даже 5. И еще мы находимся в стране, там, под названием Россия, в которой любой тендер, это код в мешке, мы не понимаем, насколько он прозрачный, да? Вот, соответственно, жаль вот этого потраченного времени, этой идеи. Но при этом у нас был, там, условно, бриф от клиента к креативте. А есть другая ситуация, когда есть клиент, с которым мы работаем уже не первый год, и который говорит, вы нас знаете, вы знаете наши корпоративные ценности, вы знаете, какие у нас люди, какой возраст у нас, придумайте нам что-то еще интереснее, чем было в прошлом году. И вот это отлично. Да, это другое дело. Да, но при этом, там, условно, на пятый год работы с одним заказчиком наступает некий кризис идей. Но для этого нужно, там, путешествовать, для этого нужно смотреть какие-то интересные, там, проекты. Илья, прерву тебя, мы сейчас прервемся на новости, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы обсуждаем сегодня эвент-бизнес в России, как создать праздник для других и заработать самому, не забыть о себе. У меня в гостях Илья Новиков, совладелец эвент-агентства проекта «Вград». Ну что ж, продолжаем в нелегком бизнесе. А есть легкие? Подскажите мне, пожалуйста. Я с 2008 года, думаю, вот с октября месяца, где же легкий бизнес какой-то, куда бы направить свою энергию неуемную? Смотри, ну, понятно, что о легкости, да, бизнесе говорить, наверное, не приходится. Все это очень сомнительно. Здесь свои проблемы, свои риски. Но здесь с психологической точки зрения, смотри, ты все время, ну, даже если это не праздничное мероприятие, все равно это какое-то событие. Я, так, извини, пожалуйста, может быть, я и не прав, ты меня поправишь. С эмоциональной точки зрения событие всегда, даже если это какое-то сухое мероприятие, деловое. Но для тебя, как для создателя этого мероприятия, это все равно событие. И вот это какое-то приподнятное настроение, это не присуще вообще бизнесу-эвенту? Ну, порой очень даже. Очень даже. Да, ну, то есть ты что-то задумал, ты это реализовал, там, благодаря заказчику или вопреки заказчику, такое подчас тоже происходит. И когда событие заканчивается, и когда заказчик подходит к тебе, жмет руку и говорит, что... Это круто. Да, это круто. И вот, предположим, вот там-то я был неправ. Или вот спасибо, что настояли. Хотя мы сами все прекрасно понимаем, но спасибо, что вы настояли. И вот эту вот идею свою защитили и заставили нас сделать так, как вы настаивали. Вот это эмоциональный подъем, это прям праздник. Даже если мероприятие было не праздничное. Ну, в общем, бывает такое. Бывает, конечно, такое, что уже заказчик подойти после мероприятия, особенно в декабре, не может. Но мы, опять же, это Россия, да? Ну, то есть он проснется на следующий день, он позвонит. Поблагодарит. Да. Ну, то есть эмоции, вот эти, я бы сказал, такие праздничные эмоции, только с точки зрения реализации проекта, да? Насколько он успешен, благодарность или... А бывает такое, что подходят после или, может, даже во времени, не дают еще закончить и начинают какие-то претензии предъявлять? Ну, у нас, слава богу, за нашу долгую историю с 2006 года мы существуем практически... Ну, по-моему, такого ни разу не было, конечно, корректировки по режиссуре, в процессе, по режиссуре, там, по громкости звука, это обязательно по спецэффектам. Микрофон из рук ведущего, там, в процессе. Да, 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 да. По работе фотографов и видеооператоров все это неизбежно, да? Как к этому относиться просто? Ну, то есть, если эмоционально реагировать на такие все вещи и замечания, то, наверное, ну, батарейки сядут у любого ивентера очень быстро. То есть тут нужно философски смотреть на это, потому что любой заказчик, он эксперт. То есть даже если он второй раз в жизни занимается ивентом, а ты их сделал 200, 300, 500. Это как из разряда, что все в футбол, да? В футбол, да, абсолютно, да. Если мы начнем, да, разговаривать о футболе, да, то абсолютно все будут критиковать там, и причем очень мастерски, да. То же самое в ивенте, и, ну, это абсолютно не удивляет, ну, потому что так или иначе, ну, условно говоря, музыка нас окружает, да, вот еще от чего ты можешь получить удовлетворение огромное на проекте, да, когда ты, ну, мы не ставим никогда свою голову на плечи заказчика, да, но когда тебе удалось... Ну, какая-то корректировочка все равно, наверное. Когда тебе удалось эту корректировочку провести, и работают те музыканты, которые тебе эмоционально очень близки, и они на сцене, и ты видишь драйв, который от них идет, когда ты видишь реакцию людей, когда полный танцпол, когда люди с наслаждением все это впитывают в себя, и впитывают в себя, ну, надо сказать, что я больше люблю, там, рок-музыку, блюз, джаз, и когда удается, а это совершенно непопулярное, там, ну, направление, там, в ивенте, да, то есть ценители какие-то только идут самостоятельно вот по этому пути, а остальным клиентам, ну, как-то так или иначе, либо финансово пытаешься убедить, что, ну, то есть это более эффективная трата денег, потому что в нашей стране эти музыканты дешевле, чем поп-музыканты, да. Что парадоксально. Да, не, ну, мы работаем, на частности не буду сейчас никого рекламировать, хотя очень бы хотелось, но мы работаем порой с музыкантами, которые, там, например, блюзовые звезды российские, которые в России менее известны и гораздо дешевле стоят, чем когда они приезжают, там, на фестивали в Америку, и их встречают как настоящих звезд. А тут это скромнейшие люди, безумно музыкальные и талантливые, которые, ну, они вот эту культуру свою несут, и они нам, пожалуй, благодарны даже больше, чем мы им, хотя должно быть наоборот, когда мы их все-таки каким-то образом приглашаем и убеждаем заказчика поставить эту группу работ на мероприятии. И очень интересно наблюдать за гостями мероприятия. Это же тоже, как бы, людей близких этой культуре рок-н-ролльно-блюзовых мало, да, в стране. И, то есть, вот ножки начинают дергаться у людей, которые привыкли танцевать под другую музыку, а как, они пока не понимают. Ну, потом помогает, в общем, общая атмосфера, алкоголь, все это помогает, и потом отпускать не хотят таких музыкантов с танцпола. Здорово, здорово. Ну, кстати, во вкусах мы там и совпадаем. Прекрасно, я рад. Я сам тоже предпочитаю исключительно... Можем за эфиром обсудить потом вот это, и там какой-то концерт, и вот можно посещать будет. Да, да, обязательно, обязательно. Но это за эфиром. Давай вернемся к нашей теме, тем не менее. И продолжим. Смотри, формирование вот этого списка, ну, методологического такого списка, структурного, как изнутри выглядит эта самая непростая история под названием «Ивент-бизнес». Ладно, пока денежную составляющую в сторону, хотя, конечно, она во многом определяющая, как я уже понял. Значит, от креативной идеи до воплощения. Вот эти вот, я бы сказал, основные вехи. Ну, давайте пойдем пошагово. Я могу что-то, наверное, пропустить. Вы меня простите, это уже там... От непрофессионализма, а может быть, там, студия, там, все это, все влияет. Значит, продали идею. Выиграли тендер или просто заказчик сказал, окей, ребята, работаем. Значит, дальше мы идем от площадки. То есть это такими грубыми ступенями. Мы нашли площадку под мероприятие, которое устраивает и заказчика, и нас для нужного количества человек. Совершенно разные формы проведения мероприятий могут быть. В нужной географии, наверное. В нужной географии. И с точки зрения, там, ресторанного обслуживания, это может быть от пожеланий заказчика коктейльное, фуршетное, банкетное обслуживание, там, шведский стол и так далее. Для нас важна прежде всего, ну, и уровень площадки и квалификации ее, там, ресторана, да, если это не кейтринговая компания партнерская, мы туда же ее приводим. Также нам важна и техническая составляющая площадки. То есть насколько она оснащена А или насколько удобно ее оснащать Б. То есть, и это следующий шаг, да, вернее, это через шаг. Следующий шаг после площадки – это программа. Собственно, по концепции есть некая программа. И мы смотрим, как она тогда вписывается. В зависимости от количества декораций, количества артистов, которые на сцене. Ведь есть площадки, где есть сцена, но на эту сцену может зайти только один коллектив, а нам, предположим, нужно наградить 100 человек. Нам нужно еще там, помимо награждаемых, поставить еще там награждающих 20 человек. Букеты, медали, кубки, там что-то, что-то, экраны и так далее. В общем, площадку подобрали под программу. Следующий шаг – это, следующая ступень – это техническое обеспечение. То есть, вот, в зависимости от того, что нам там нужно. Выступление живой группы, выступление звезд, выступление танцоров, выступление эквилибристов, акробатов, там масса вариаций. То есть, техническое обеспечение, в том числе, там, звук, свет, саму сцену мы можем построить. Мы можем построить крышу, если это открытая площадка, там, и прочее. Вот, декорации – это следующий тоже большой шаг, и это то, к чему мы идем, вот, с точки зрения профессионального общения с клиентами. Потому что люди понимают, когда они платят за еду и алкоголь. Люди понимают, когда они платят за певца. Чуть хуже понимают они, что нужно заплатить за техническое обеспечение, ведь он должен во что-то петь. Должно быть слышно при этом еще. Да, должно быть слышно, а если много гостей, то должно быть и видно. Ну, то есть, экраны. Благо, вот сейчас телевизионные вот эти музыкальные программы, они хотя бы воспитывают людей с точки зрения картинки сцены. Я восхищаюсь, вот, когда смотрю вот на этом канале всем главным страны вот это музыкальное шоу. Без иронии говоришь сейчас? Это просто прорыв. Серьезно? Ну, вот, на мой взгляд, это прорыв. Картинка сцены, экраны, свет. Это, ну, это на уровне и, может быть, даже уже выше уровня аналогов каких-то европейских и, может быть, американских. Раньше у нас же этого не было. Кулисы, сцена. Да, да. Ну, я вспоминаю ежегодные вот это, да, Песня года. Песня года. Такая ностальгируемая тема, да? Я ее тоже помню. 2 января уже немножко пришли все в себя, еще остался салат Оливье и селедка под шубой, и мы садимся в 4 часа вечера. И вместо интерактивного задника экрана сзади, может быть, хор в несколько ступеней стоит за солистом. Ну, или ансамбль, который там... Песни и пляски, конечно. Да, делает вид, что играет, да. Ну, вот, телевизионная картинка не позволяла тогда, да, чтобы исполнялись вживую мелодии, по-моему. Вот. То есть декорации — это отдельная и очень сложная часть нашей работы, потому что за все приходится платить, да, и сложно объяснить заказчику. Это же все либо одноразовое, либо арендное, либо покупаемое, но выкидываемое. Заказчик начинает считать деньги здесь наверняка сразу же, да? И вот здесь это такая статья, которая, ну, как правило, она подрезается, да, и вот за счет чего происходит сокращение, да? В техническом обеспечении в этой статье, да, есть тоже такая часть, как видео, да, там, например, ну, то есть те же экраны. Вот. Если посмотреть на мероприятия в России, то, к сожалению, большая часть еще мероприятий проходит в задником в виде баннера. Это радостный баннер, который отражает, там, статично картинку того, что происходит надписью и картинкой. Но, к сожалению, с точки зрения режиссуры событий и мероприятий, все, мы замерли на этом, он нам ничего не дает. А на его месте должен был быть экран. И подобранный видеоконтент под каждый номер, подо все, ну, то есть, ну, к сожалению, не всегда это удается. То есть, все чаще, что радует... Все чаще убедить получается все. Получается убедить, но потому что и люди уже хотят шоу. То есть, не просто поесть, выпить и послушать кого-то, да, но и увидеть некое шоу, да. Потом еще один модный тренд, сейчас вот мы скачем, да, но это, видимо, от того, что у нас беседа такой эмоциональной характерности. То есть, все чаще они хотят видеть, в том числе и себя, да, на тех же экранах. То есть, все чаще вписывается в наши программы самодеятельность некая. Это уже там тренд трех-четырех лет. Вот, ну, я думаю... Себя именно в качестве исполнителей или в качестве зрителей? В качестве исполнителей, конечно. Зрителями они уже были и видели себя, когда им первый раз продали экран. А сейчас-то они все хотят уже заняться самодеятельностью. Илья, прервемся, сейчас сожалеем, да, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Илья Новиков, совладелец ивент-агентства проекта «Вград». Ну и рассуждаемый о ивент-бизнесе в России, о рынке, ивент-услуг. И Илья дает пошаговую инструкцию. Я, кстати, записываю все же, как создать праздник для других. Я теперь вдвойне волнуюсь, чтобы ничего не забыть. Да, да, помним, а то, если сейчас что-то упустим, потом претензии к тебе. Претензии ко мне, я понимаю. У меня не получится, я претензию. Ну хорошо, можно индивидуально будет принять не всей компанией проектов «Вград», а индивидуально я буду кайцей исправлять эти ошибки. Значит, после декора у нас идут обязательные такие элементы. Ну любое мероприятие, ну 99% мероприятий наших – это фото, видеосъемка, это монтаж. Чтобы запечатлеть, осталось это что-то. Да, это постмонтаж каких-то фильмов о событиях, да, причем, ну, в деловом формате, когда проходит мероприятие, скажем, презентация какого-то продукта нового или там открытие здания какого-то, это вообще обязательно, да. Если это развлекательное событие, то может быть и не обязательно, но большинство клиентов все-таки уже там какую-то историю компании начинает появляться ее ценность, да. То есть компании уже там переваливают за 20 лет, многие мы вот отмечаем, мы помогаем людям готовить вот эти событийные там проекты. 20-летие уже бизнеса в России уже даже больше, да, кому-то уже там 25. Ну и какие-то мероприятия, которые там связаны со съемкой до, то есть мы готовим, ну, формата, формата на медни какие-то. Я сейчас утрированно говорю, да, чтобы не поняли меня превратно, что мы вот там делаем только там а-ля на медни. Так, формата на медни мы делаем некие фильмы, чтобы в том числе гости, пришедшие на это мероприятие, которые, скажем, знакомы с компанией недавно или работают в компании недавно, чтобы они понимали, в какой махине, в какой глыбе, в какой серьезной компании, да, они работают. Мы берем всю эту историю. Современные технологии, там, видеопродакшены позволяют там условно, мы однажды сделали фильм, ну, короткий ролик из трех фотографий, да, мы на мероприятии для одного из лидеров, производителей спортивной одежды, мы там для вратаря номер один российской сборной по футболу, они там презентовали его новые перчатки, его новую форму, новый контракт с этим спонсором там, экипировочным, и, собственно, новый мяч. Но видеоматериала никакого не было, и вот они нам дали там пять фотографий, и из пяти фотографий получился фильм, причем там с 3D-эффектом. Здорово. Да, благо технологии позволяют это делать, да. Соответственно, то же самое делается и под любую компанию, и, соответственно, можно историю и фотографии взять и сделать, это уже интересным фильмом. Вот так. Ну, и дальше уже какие-то статьи, это уже мелочь какая-то, вот там, это уже прочие расходы, да, это уже там бытовые райдеры артистов, это уже там какие-то транспорты и прочее, прочее, прочее. Ну, тут многое зависит от того, где мероприятие проходит, кто на нем работает, кто на нем выступает. Это транспорт для гостей, для сотрудников компании, клиента, и логистические какие-то расходы. Ну, в общем, грубо, постатейно, это вот так вот. Хорошо. Хорошо, Илья, теперь с какой точки зрения давай мы посмотрим на этот рынок. Ну, в самом начале, собственно, да, ты рассказывал о том, что это не всегда праздник, да, в буквальном смысле слова, то есть это некое событие, оно может быть деловым, оно может быть радостным, оно может быть легкой грустинкой. Можно каким-то образом, вот, по жанрам, что называется, разбить, и, если можно, даже некую, некую градацию, да, по ранжиру выстроить, наиболее популярный, ну, на твой взгляд, по крайней мере, событий, ну, и так далее. Ну, ни для кого не секрет, что в России ивент-компании, почему у нас конкуренция повышается там в преддверии Нового года, потому что декабрь, он, собственно, там, условно его можно приравнять к 11 предыдущим месяцам. То есть корпоративные события, связанные с отмечанием Нового года, и это основное... Для любого ивент-агентства? Я думаю, что для любого ивент-агентства я не беру исключения, я не беру самых-самых звездных ивентеров России, которые делают торжественные баллы, которые делают огромные благотворительные мероприятия, которые, в общем-то, получают деньги за имя уже. Если взять нас, то мы, наверное... То есть в данном случае они не опускаются, да? Так можно стимулировать? Наверное, они делают только от определенной финансовой планки. Ну, у всех есть она, да, но, скажем так, давайте называть их небожителями, но не потому, что их качество работы нам недоступно, да, а потому что, ну, наверное, так сложилось исторически, или потому что они первыми стали заниматься этим на рынке и так правильно себя позиционируют. То есть есть, условно, несколько людей в России, которые вне конкуренции, да, но при этом они не берут любую, в том числе даже интересную, ну, скажем, там, очень хорошему ивент-агентству работу. Ну, они не принимают участие в тендерах. Они занимаются, вот они заняли свою нишу, и они работают в этой нише, и прибавим к этой нише еще частные мероприятия, которые они проводят, собственно, тоже для небожителей. Да, 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 то есть они достаточно закрытые. Ну, то есть, скажем так, что если мы говорим об ивент-рынке, то эти люди вне рынка, ну, на мой взгляд, на мой взгляд. Ну, то есть, условно говоря, они могут обратиться к таким же людям, как я, к таким же компаниям, как я, чтобы взять их на субподряд. Вот, потому что там продается имя и гениальность некой идеи, да. Да. Дальше реализация, ну, собственно, они не занимаются реализацией, так же, как, в общем, в любом нормальном ивент-агентстве, есть расписанный функционал у каждого сотрудника. Ну, и я не буду заниматься декорированием, я не буду, там, заниматься проведением саундчека, и вообще глобально задача любого агентства – это контроль над всем, да, как я говорил. Вот, а задача небожителей – контроль над контролем, ну, в общем, и потом позиционирование правильного себя перед заказчиком. То есть, его задача, я про небожителей только интересно заговорил, его задача после того, как он в какое-то время назад, да, в эту нишу вошел и занял свое место там удержаться, бывает такое, что небожители все-таки спускаются на землю какой-то причине? Ну, вы знаете, какой-то, там, если почитать, там, популярные твиттеры популярных людей, наверное, там, внутри происходит какое-то перемещение, да, и отмечается, там, на чьих, там, мероприятиях постоянно происходят какие-то те или иные, там, неполадки и так далее. Потому что недоконтролировал контроль, да и контроль взял, может быть, не такой, недостаточно хороший для соответствующего уровня мероприятия. Но поскольку я не суперсветский человек и не посещаю такие события, в общем, я могу только судить по этому вот из открытых источников. А вообще есть смысл, вот, ну, я не конкретно сейчас, может, тебе этот вопрос адресую, твое мнение, есть смысл у ивент-агентства вообще ставить такую сверхзадачу, чтобы какое-то, в какое-то время, через какое-то время, вот, оказаться на этом высшем уровне? Вы знаете... Или это не о профессионализме зависит, это зависит от каких-то других вещей? Ну, как и многое в нашей стране, это не всегда зависит от профессионализма, несомненно, но мечта о якорном клиенте, вот, таком вот... Который будет кормить уже, да, все оставшиеся... А-ля, чьи мечты сбываются, да, вот, она есть, наверное, у любого хорошего, да, агентства, потому что наш рынок очень волнообразный. То есть мы сегодня можем пахать со страшной силой одновременно, там, делая, там, пять проектов, да, в течение, там, двух-трех дней. Завтра мы можем несколько недель, ну, к чему-то готовиться, но ничего не делать. У нас, нам тяжело очень прогнозировать, там, свое будущее и будущее наших сотрудников. Это, это, ну, не берем опять вот этот высший пилотаж, это для любого, да, такая ситуация может возникнуть, для любого агента. Да, я думаю, что для любого, ну, исключение возможно, ну, и потом, я, конечно, эксперт, но я эксперт, все равно я свое мнение высказываю всегда как субъективное, да. Ну, это нормально. Ну, мне сложно там говорить за всех, да, вот. Потом рынок усложняет многие еще какие-то детали и механизмы, которые, ну, в него внедряются спустя какое-то время, ну, то есть, или же какие-то правила, изменяющиеся на рынке в общем, да. То есть нам, например, очень тяжело работать в последнее время с крупными, там, западными компаниями, которые вводят стопроцентную постоплату, да. Постоплату. Ну, да, стопроцентная постоплата, и это, ну, жесткое правило, соответственно, мы, ивент-агентство российское, небольшое, да, но профессиональное, очень качественное. Мы должны стопроцентно кредитовать крупный международный, там, например, автомобильный холдинг. Это нелогично. Нелогично, да, как минимум. Ну, по-другому мы выражаться не можем, как минимум это нелогично, и А, и Б, это, ну, финансово очень затратно, да, и, собственно, даже с помощью... В этой ситуации что, отказываетесь от сотрудничества или находите какие-то... Хотя невозможно найти... Иногда мы находим какие-то компромиссы, да, мы находим еще, условно говоря, третью сторону, там, которая... Инвестора некого, да. Еще раз, извини уж, повторю. Даже я, честно говоря, так немножко удивлен. Но это становится неинтересно, учитывая, там, условно, профит нашего бизнеса, да, сколько мы зарабатываем и сколько стоят деньги привлеченные. Если просто, просто наш главный бухгалтер пойдет в банк и там попросит там кредит. Так, хорошо, продолжим тогда. Итак, мы, напомню, да, начали разговор о том, насколько популярны те или иные события, да, в России. Да, и остановились на новогодних. Да, ну и начали с них, и очевидно, я так понимаю, это номер один. Да, это самое главное, конечно, для абсолютного большинства ивент-агентств. И это самый, там, условно говоря, если там аналогично, там, другим рынкам, это высокий сезон, да. Это когда мы пашем и когда мы делаем себе, ну, некий задел на будущее. Остальные мероприятия я бы не разделял по значимости и по объему. В общем, это все очень происходит, ну, индивидуально и в зависимости от клиента, от заказчика. Последнее время все большей популярностью пользуются выездные мероприятия, командообразующие, где-то не в России. Ну, или там, скажем так, если это московская компания, то не в Москве. И тут уже фантазия заказчика, она ограничена только его бюджетом. Мы делали мероприятие и в России, и не в России. И, собственно, и это мероприятие имеет спортивный уклон, или это мероприятие имеет интеллектуальный уклон, или это смешанный какой-то. Или такой уклон немножечко в экстрим. Ну, то есть, такой... Самым показательным, пожалуй, было и красивым. Это было мероприятие, которое мы в этом году делали в Грузии. Ну, это очень серьезный проект, которым мы гордимся. Это компания менеджеров одной московской крупной фирмы. Она прилетела в Грузию. В Тбилиси их уже встречали там наша рабочая группа. Положу, что это был экстрим. Нет, не совсем. Кстати, предубеждение относительно Грузии, вот у людей было, которые съездили, у людей было напрочь сломлено. Это правда предубеждение? Предубеждение есть, да, но абсолютно несоответствующие. То есть, на самом деле, очень открытая и гостеприимная страна. Единственное, с чем мы там сталкивались, может быть, где-то немножечко подрядчики местные были недостаточно... Даже не то, что профессиональные, а они не обладали достаточно профессиональными средствами, техническими или что-то такое. Мы нашли не в Тбилиси, в другом грузинском городе, старинную церковь восстановленную. Ой, не церковь, господи, что я говорю. Замок. И в этом замке, в этом замке мы провели людям двухдневный тимбилдинг такой. Полуспортивный, полуинтеллектуальный. И восторгу их не было предела. Ну, плюс, там же мы проводили, там же они недалеко жили. Комфортно, качественно, вкусно. Вне замка этого, да? Вне замка, но очень рядом. Очень рядом? Да. Или, извини, еще раз прерву, новости послушаем, потом продолжим. С удовольствием. Ну, что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам. ФМ. Сегодня последний день уходящего года и последний в этом году, ну, по крайней мере, бизнес-класс. И не случайно, наверное, мы говорим сегодня на тему ивент-бизнеса в России. В гостях у меня Илья Новиков, совладелец ивент-агентства проекта «Вград». Илья, продолжай, пожалуйста, рассказ. Вот этот пример замечательно заинтриговал меня и наших слушателей, что там в Грузии произошло. Ну, если совсем вот как-то плоско выразиться, то мы сделали им там Форт Боярд. Да? Ну, для сотрудников Первого канала и для редакции я скажу, что это не Форт Боярд был. Вот. То есть люди приехали, у них было и деловое общение, и вот эта развлекательная часть, спортивно-интеллектуальная, которую мы вписали вот в этот грузинский колорит, вот в этот грузинский вкус, еду, музыку. То есть люди были приятно шокированы. Люди, которые много путешествуют, в принципе, которые много где ходят в Москве, много что видят. Но они были сражены на повал. То есть это когда эмоциональный вот этот вот подъем, он был одновременно у всех. У рабочей группы, он был у клиентов, 100% клиентов, даже не 99%, хотя мы, в общем, всегда считаем так, что если 99% клиентов довольны, ну, не бывает практически, когда довольны все. Кто-нибудь сидит обязательно в уголке, да, и грустит. Да, ну, музыкальные пристрастия, вкусовые пристрастия, там, жаворонок или сова человека и так далее. Но тут были все на эмоциональном подъеме. Мало того, сами, собственно, сторона, у которой мы брали и площадку, и там какое-то количество опций, которые помогало, партнеры наши грузинские, они были на таком подъеме. Оказалось, что для Грузии, для самой такой события, это приехало освещать несколько телеканалов грузинских. Да вы что, да вы что. Мэр этого города, он был счастлив безмерно, и если бы, значит, позволяло наше время, то мы бы с ним там, наверное, до сих пор сидели вот за вкуснейшей чачей или каким-то коньяком. Ну, то есть, вот это, пожалуй, самое такое показательное было мероприятие, выездное, и это было мероприятие такое тимбилдинговое, да. Также тимбилдинги можно... По сути, деловое все же, да? Ну, дело в том, что это были топ-менеджеры, которых так или иначе, несмотря на то, что они сами все прекрасно понимают, нужно учить работать в команде, нужно рушить какие-то предубеждения, там, существующие между людьми, это нормально в любом коллективе, да, но может быть, кто-то когда-то неправильно себя повел, то есть, нужно их сплачивать, да, плюс у них было какое-то деловое общение, помимо вот этого командообразующего. И, собственно, наш заказчик поблагодарил нас, сказал, что своей цели они добились, потому что само деление на команды происходило заблаговременно, то есть, люди у себя в отеле, который там вот был как раз рядом с этой крепостью, они у себя в номерах, когда заехали, они обнаружили там определенного цвета униформу, они обнаружили инструкции, то есть, они не знали, куда они летят, зачем они летят, то есть, нет, но они знали, что они летят в Тбилиси, что будет дальше, для них оставалось просто загадкой. Здорово. И потом, когда они ночью, вот они прилетели днем в Тбилиси и ночью, они подъехали к этому городу, сначала мы их привезли в эту крепость, горящие факелы, ну, соответственно, одетые люди, ну, это было впечатляюще, впечатляющая музыка, ну, то есть, ведущий такой грузин, очень колоритный, который, пускай и не очень хорошо по-русски говорил, но это добавляло вот этих специй, вот. Да, да, да. Да, то есть, и потом они попали в отель и поняли, что там, условно говоря, там, я отношусь к такой-то команде. Причем он понял это, да, то есть, не было собрания какого-то, ребят, давайте, нам надо разделиться над веком. Нет, нет, был, был, был вот это вот, была встреча в замке, им рассказали, что будет происходить, но никто не знал еще, с кем будет он, в какой команде, и потом они, собственно, поняли. Наверное, был соблазн некий как-то перетусоваться, но этого не произошло, потому что, опять же, это топы, это более управляемые там люди, когда они поддались уже, вот, когда они уже сели в лодку, да, они ее не раскачивают, ну, оперируя модными выражениями сейчас. Здорово. Вот, это тимбилдинги. Что еще? Еще деловые мероприятия. Раньше их было больше, бюджеты были больше, это любой автосалон постоянно проводил презентации, книжные дома выпускали какие-то новые книги, это было событие. Сейчас, конечно, вот там тенденция, там, нескольких последних лет, что бюджеты становятся крошечными на эти мероприятия. Мы уже давно, например, не делали там никаких автомобильных презентаций именно в салонах, да. Представительство автомобильное они проводят еще так или иначе, они должны, у них заложены эти бюджеты. Вот, это деловые мероприятия, но, опять же, для гостей, которые туда приходят, вот, если там, условно, встретишь кого-то из знакомых из прошлой жизни, они говорят, а, это ты делаешь этот праздник. Ну, да, я делаю праздник этот, да. Этот праздник опять, да? Да. Что еще? Частные мероприятия. Частные, да. Частные мероприятия, это вообще отдельная, очень серьезная сфера, ниша. А почему она отдельная, ну, отдельная понятна, может быть, а почему она очень серьезная? Ну, да, частные мероприятия, они подчас даже сложнее. Но... Очень много вот этого контакта, да, человеческого возникает. Нет, ну, смотрите, когда менеджер в компании там сидит, грубо говоря, и отвечает за мероприятие, да, он может быть, он может быть твоим сторонником, и вы работаете командно, и все четко. И он, безусловно, он не безучастен, он заинтересован во всем. Ну, в хорошем смысле слова. Да, в хорошем, да, я сейчас не говорю ни о каких там откатах, да-да-да, нет. Я просто говорю, что мы команда, и мы... То есть ему поставили задачу, он, естественно... Да, и мы нормально коммуницируем, и мы прям четко, дружно работаем, мы идем к выполнению общей цели задачи. Вот. С таким человеком легко работать, он так же заинтересован, как ты в результате. Есть люди, которым безразлично, да? Это на нем висит. Хорошо, если он не вставляет палки в колеса, а просто как-то все вяло-вяло-вяло так текуще идет. Десять писем написало ивент-агентство, одно письмо ответил он. Пожалуйста, там ставишь дедлайны, там, значит, но не получаешь ответы. Что-то какие-то странные, уже пройденные и давно утвержденные, отмеченные вещи. Вдруг мы там возвращаемся к ним, пересматриваются, да. Нет, на частном мероприятии там совершенно другая степень ответственности и другие приоритеты у людей. То есть частные мероприятия, ну, если мы говорим о мероприятиях с хорошим бюджетом, да, то, соответственно, это богатый человек, который считает, что он эксперт сам во всех областях. И ответственность, безусловно, выше, как я уже сказал. И приоритеты далеко не всегда те же, что для корпоративного там менеджера, даже руководителя, который с тобой работает по мероприятию корпоративному. Скажем, мы креативим идеи и рождаем их. А вот этот хлебосольный и гостеприимный там именинник, предположим, он сосредоточен на 90% на еде. То есть он думает о еде, он говорит о еде, он занимается больше этим, он заказывает какие-то продукты, которые летят какими-то трансатлантическими лицами. Нет, смотри, он сосредоточен на еде. Почему? Потому что он знает, что к нему придет огромное количество гостей, друзей, там, знакомых, и он их хочет угостить, чтобы им запомнилось его хлебосольство. Ну, и да, и нет. И да, потому что он хочет, несомненно, чтобы запомнилось хлебосольство, но нет, потому что он говорит, вот здесь были, здесь были, здесь были, здесь были, это невкусно. Он уже присыщен. Да, и поэтому, там, условно говоря, там тунец может лететь вот прям к дню рождения, заказанный, не купленный там в московской компании, а заказанный, прям прилетающий в день мероприятия. И в шикарном, дорогом, ну, в шикарном или не в шикарном, дорогом, хорошем ресторане, помимо поваров ресторана, могут быть им приглашены какие-то отдельные шеф-повара и так далее. То есть это такой пунктик, да? То есть вот... Вокруг еды. Вокруг еды или, скажем так, вокруг, что неважно в какой географической точке человек находится, да, но он хочет, чтобы его покормили вот так же, как в форте, вот он там неделю назад кушал там, вот, или там еще в каком-то городочке, да? Он хочет вот то же качество, поэтому может прилететь оттуда повар, оттуда могут прилететь продукты и так далее. То есть вещи какие-то, безусловно, важные для нас, опять же, как декорации, еще что-то, тоже не всегда просто донести, почему он должен на это потратить деньжище. Да, да. То есть этот тунец прилетевший, он будет съеден. А декорации эти куда девать? Ну, то, что это тоже производит впечатление, это то, что люди первым видят, заходя в зал, свет. То есть дежурное выражение там среди ивент-менеджеров и площадок, площадок, ну, для организации мероприятий, света много не бывает. Ну, то есть это тоже огромная статья, но та, которая постоянно пытается быть откорректированной, урезанной, да, и урезанной, да, со стороны заказчиков. Но это действительно так света много не бывает? Бывают же иногда, наверное, слепят глаза. Это неправильный свет, который слепит глаза, да. То есть, нет, ну, пожалуй, я могу сказать, что за нашу историю у нас было несколько мероприятий, когда света было столько, что художник по свету, он с наслаждением работал. С наслаждением. Доволен только он был, я так представляю. Нет, это эффект, который, конечно, не все заметят, не все увидят. Но у нас и не стоит задача сделать для себя. Мы хотим делать мероприятие, чтобы удовольствие получали вот как раз гости в зале. Но как показать ему, что плохо на мероприятии, которые ты делаешь сам? Нет, конечно, ты вывернешься наизнанку, но все равно постараешься сделать хорошо. Ты понимаешь, что нужно там условно 200 приборов на этой площадке? Ну, 100, ладно, хорошо. А их там 40. И вот бедный художник по свету получает от тебя такое же техническое задание, как ты получил от заказчика. То есть, в рамках вот этого бюджета сделай круто. И вот он там извращается как может. Аж маленький, аж маленький. Но, тем не менее, вот частные мероприятия, особенно когда это заказчики, я не говорю, там, Forbes, не Forbes, когда это там люди, которые там, богатые люди, которые могут потратить много денег на свое мероприятие, на свои дни рождения, юбилеи, свадьбы. Очень тяжелое мероприятие, свадьба. То есть, мы вообще стараемся не браться за них. Даже так? Да. Ну, потому что... Специфика? Специфика. Одна мама вот видит вот такую посуду. Ну, возьмем там самые мелкие детали. А другая мама видит другую посуду. А ты между ними. И еще хорошо, если у молодоженов одна точка зрения на каждый вопрос. То есть, это прям очень сложно. То есть, ну, это должен быть хороший бюджет, чтобы ты... Согласился. Выдохнул. Да, да. И пошел. Я готов на это. И внедрился, да, и погрузился. А этот проект, частные мероприятия требуют еще большего погружения. Илья, смотри, осталось мало времени, но поскольку Новый год, да, не за горами практически через несколько часов, давай пожелания нашим слушателям и будем заканчивать. Слушатели. От лица компании «Проектов Град», очередителем одним из которых я являюсь, я хочу вам пожелать, чтобы 2014 год прошел для вас в мире, чтобы вы находились в мире сами с собой, чтобы душевный комфорт, чтобы отличное самочувствие, чтобы все ваши близкие были живы и здоровы. И пожелаю вам побольше праздников в 2014 году. Именно праздников. Пускай это будет праздник для одного, для двоих, или праздник для семьи, компании и так далее. Но главное, чтобы он был праздником. Да. Спасибо огромное. Илья Новиков сегодня в гостях бизнес-класса. Я присоединяюсь, Илюш, к твоим поздравлениям. Уважаемые слушатели, с наступающим вас Новым годом. Всего хорошего. Успехов в бизнесе. С наступающим Новым годом.